Здравствуйте! В эфире КФУ Лайф. Очередной выпуск. Меня зовут Роман Полинсков. Мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященной приемной кампании в Казанской Федеральной Университете 2023 года. Сегодня говорим с Институтом фундаментальной медицины и биологии. С вашего позволения представлю спикеров, которые будут отвечать на ваши вопросы. Заместитель директора по международной деятельности Альбина Альбертовна Валеева. Альбина Альбертовна, доброго дня! Здравствуйте! А также заведующая отделом практики и аккредитации специалистов Екатерина Игоревна Черимова. Екатерина Игоревна, доброго дня! Добрый день! Что же, начнем наш эфир. Есть подготовленные вопросы, но по традиции начинаем с вводного слова. В целом, об Институте фундаментальной медицины и биологии. Пожалуйста, кто начнет? Добрый день, наши дорогие школьники, их родители. Мы рады вас приветствовать. Наш Институт фундаментальной медицины и биологии является одним из крупных институтов, входящих в состав Казанского федерального университета, поскольку у нас обучаются около 4 тысячи студентов, обучающихся. У нас можно пройти все уровни обучения, начиная от бакалавриата, магистратуры, специалитет, ординатуры и аспирантура. Программа реализует две высшие школы. Высшая школа биологии, где обучается на программах бакалавриата, магистратуры по направлению биологии, педобразования. Магистратура также есть не только биология, педобразования, а также и общественное здравоохранение. Был набор в прошлом году на первый курс. Высшая школа медицины реализует программы специалитета. И в этом году набираем на специальности лечебное дело, стоматология, медицинская биохимия и фармация. В нашем институте обучается около 1200 иностранных студентов из 50 стран. Терене Григорьевич, добавить? Добавить нечего. Тогда пойдемте по вопросам. Мы начнем сегодня нашу программу с блока практики. Как она проходит у студентов Института фундаментальной медицины и биологии? Практику студенты высшей школы медицины проходят в клиниках. У нас заключены договора. И также есть своя клиника университетская, медико-санитарная часть. То есть с РКБ есть договора, туда направляются студенты. Онкологическая клиника, семерка. В общем, практически все больницы города Казани. Также студенты, если изъявляют желание пройти свою практику, например, имея целевое направление с какого-нибудь района или другого региона, они берут ходатайство и проходят эту практику там. Биологи проходят практику свою. У них ее очень много. Есть полевая практика. Есть также станции у биологов. Это станции на острове Сутияш. Это на Белом море в Карелии. В общем, они пройдут практику с удовольствием и в красивых местах достаточно. А вот медики чем занимаются в клиниках на практике? В зависимости от практики. У каждого курса есть своя практика. Если говорить вкратце, они проходят все уровни от младшего, среднего и высшего персонала. То есть в зависимости от курса у них есть различные практики. Например, там второй курс – это средний медперсонал. Значит, они, соответственно, проходят в клиниках, в стационарах, учатся, как ставить системы, уколы делать. То есть такая. Если это практика врача поликлиники, соответственно, он работает в поликлинике, рядом сидит с участковым врачом и учится ставить диагноз. Если мы говорим уже о враче-стационаре, то значит он в стационаре и роды принимает, и на операциях стоит и так далее. То есть весь спектр. Да, у биологов также. И в морг зайдут, где циничный патологоанатом яблоко будет есть? Может быть и такое. А у биологов у них свое есть. Там кафедра практика по ботанике, значит, соответственно, они ездят, смотрят леса, растения изучают. Если это практика по зоологии, соответственно, ну, жужков, насекомых изучают. То есть все зависит от того, какая это практика. Хорошо. А целевое направление, я так понимаю, есть, да, у института? Целевое направление есть. На лечебном деле выделили в этом году 83 места из 110. Есть целевые места у фармацевтов, их 4. У биохимиков, единственное, что у стоматологии у нас бюджетных мест нет, она вся платная, соответственно, там нет целевых мест. А так на каждом направлении, на биологии бакалаврия тоже есть целевые места, педагогическое направление также есть целевые места. Везде есть целевые места, кроме стоматологии. А как стать целевиком? Вот что нужно сделать? Порядок действия, он достаточно разный. Если это район, то, значит, они обращаются в свою ЦРБ. ЦРБ направляет запрос в Министерство здравоохранения. И там уже рассматривают. То есть в любом случае, если все устраивает, и они согласны выделить целевое место, ребенок либо после колледжа, если он либо же ЕГЭ, то есть ждут результатов, чтобы у них были минимальные проходные баллы, они могли участвовать в конкурсе. Соответственно, они подписывают договор и начинают участвовать в конкурсе целевых мест. Собственно, если 83 места, а будет 100 целевых направлений, соответственно, будет конкурс. Затронули колледж, как раз-таки у нас есть один такой вопрос. Я после 9 класса поступила в медколледж. После его окончания хочу поступить к вам. Что для этого нужно сделать, какие экзамены сдавать? Смотря какое направление. Наверное, в данном случае в медицинских направлениях идет речь. Сдает она 3 внутренних испытания, которые проводятся в КФУ. Они проводятся как в очном формате, так и в дистанционном. Подают заявление с 20 июня. Начинает работать с приемной комиссии, то есть любым удобным способом. Через госуслуги или через нашу систему абитуриента. И сдает экзамены. Анатомия, общая биология, химия, русский язык. То есть они... Можно на сайте посмотреть примерные оценочные фонды этих средств экзаменов. То есть все вопросы, которые есть, там указаны. Можно почитать. Хорошо. Перейдем к иностранным студентам. Как они поступают? Что им нужно делать для того, чтобы поступить в КФУ? И в частности в Институт фундаментальной медицины и биологии? Иностранные студенты, они уже могут подавать свои заявления и регистрироваться в системе уже с 1 марта этого года. Для них система открыта. Но экзамены, они начнутся позже. Первая волна экзаменов планируется в мае. График и расписание вступительных испытаний будет опубликован на сайте приемной комиссии. Так что сейчас у них пока подготовительный этап. Они сдают документы, прикрепляют, прикрепляют нотариально заверенные переводы. Дальше же начинается этап процесса экзамена. У них в зависимости от специалитета обычно и экзамены разные. Лечебное дело, например, на стоматологии у них биология, русский язык и собеседование. На формацию биология, русский язык. И у нас также идет набор на англоязычные программы лечебного дела и стоматологии. Там три экзамена. Химия, биология, русский язык. Они сдают также на английском. Сдавать они могут приехать и сдавать, собственно, в зданиях вместе со всеми гражданами во время летней кампании. Или же также дистанционно, онлайн. Подача документа тоже. Они могут принести, а могут также и дистанционно сдать документы. И также и процесс зачисления у них идет. Хорошо. А какие направления более всего популярны у иностранцев? Это, естественно, лечебное дело, стоматология. В прошлом году очень были популярны программы на английском языке. У нас был набор более 700. Абитуриенты стали нашими студентами. У нас такого вопроса нет. Но хочется задать, зная то, что у вас стоматология – это платное направление. У них в программе случайно нет двух предметов, как экономика и ценообразование. Зная цены у нас сейчас на стоматологию. Или я в планах вот это ввести. Экономика, она есть во всех. Не только на стоматологии, на лечебном деле, на фармации. Но там есть специфика определенная. То есть фармацевтическая экономика, там тоже общее представление им дается. Но не такой подробный анализ. Ну а в целом с выбором специальности, потому что врачей и специалистов разных много, вот как ребята определяются, куда им дальше пойти, в какое направление? Скорее всего, связано… Вы про иностранцев? И про иностранцев, и про… Ну, если взять иностранцев, конечно, что популярно. Например, Ирак, Иран в основном, конечно, в основном выбирают стоматологию. Если смотреть Индии, Индия, а не только лечебное дело. Другие страны, Казахстан, Узбекистан… Был о том, что кем они дальше становятся. То есть после лечебного дела, в любом случае, они на курсе третьем, четвертом уже начинают понимать, в какой стезе они дальше будут работать. То есть у нас огромный перечень представлен. 41 специальности по ординатуре, 43 даже вот. Куда они могут пойти? Ну, основные – это популярные у нас – это пластическая хирургия, челюстно-лицевая хирургия, кардиология. То есть хирургия, она, ну, таким… Вот много кто туда хочет. Ну, гранацию здесь надо понимать по финансовой составляющей. Вот где больше платят, туда и больше наплывут. Наверное, чем мы грешны в этом плане, поэтому… Нет, в таком случае хочется задать, а какое самое нерентабельное? Где меньше всего студентов появляется? Понятно, дело не все рентабельно, но все-таки… Насколько я знаю, что у нас была проблема с анестезиологами и реаниматологами в целом, вообще вот по республике, по… там, говорили, что есть нехватка таких кадров. Хотя я не могу сказать, что туда не идут. Да нет, наверное, такого. В любом случае один-два студента пойдут. А в тельмологии сейчас тоже очень развивается. Хотя раньше там, ну, как-то так. Все зависит, мне кажется, от студента самого, чего ему хочется, что ему ближе. А в научной деятельности они как себя могут проявить? Ну, у них есть защита курсовой работы. Поэтому, начиная с третьего курса, у них есть и дисциплины по выборам, где они могут изучить принципы работы разных приборов, выбрать. А потом, собственно, они выбирают курсовую, дают им список курсовых работ, они выбирают то, что им наиболее ближе, а потом уже защищают диплом. Также после того, как они заканчивают, они идут в ординатуру, после ординатуры они могут поступить в аспирантуру, тоже продолжить свою научную деятельность. И таких примеров очень много. Ну, да, они же могут и после лечебного дела, но не захотели они быть врачами, это вообще вот не их, там, с пациентами, им хочется заниматься наукой. Пожалуйста, после лечебного дела идут в аспирантуру, занимаются научной деятельностью. Ну, темы курсовых только те, которые предлагают, да? То есть свои можно, да? Ну, это все совместно решают с руководителем научным. То есть хочет ребенок какую-то тему такую, пожалуйста, обсудили, есть ли возможность у института предоставить те или иные лаборатории. Хотя для них, в принципе, всегда идут навстречу любой институт, который входит в состав КФУ. То есть вот эта взаимосвязь того, что у нас есть, что мы можем перетекать из одного института в другой за какой-то помощью, это да. Хорошо. Перейдем к следующим вопросам. Интересует срок обучения в институте? В зависимости от направления. Лечебное дело, биохимия – это 6 лет обучения. Формации, стоматологии – это 5 лет обучения. Биология, бакалавриат – 4 года обучения. Педагогическое образование с двумя профилями – 5 лет обучения, так как там два профиля. Магистратура – по 2 года. Ординатура тоже в зависимости от направления. Ну, пока были 2 года, но с этого года, по-моему, там увеличивается срок некоторых. Ну, вот по ступеням вот этого образования как раз-таки можете подробнее рассказать, потому что иногда бывает путаница у абитуриентов, какая ступень за какой идет. То есть все привыкли, что бакалавр, магистр, потом аспирант. Но здесь же добавляется еще ординатура и… Нет, ординатура – это касается медицинских специальностей. Ну, вот мы вот с ним сейчас. Лечебное дело, стоматология, медицинская биохимия, после этого следует ординатура. Если вы закончили бакалавриат, соответственно, в ординатуру вы поступить не можете. Это только те, кто закончил медицинские направления. Формация, магистратура, аспирантура. Бакалавриат, соответственно, сначала магистратура, потом аспирантура. Также педагогическое направление. Несмотря на то, что там 5 лет, тоже сначала магистратура, потом аспирантура. Следующий вопрос, как раз-таки по ординатуре, обязательно ли поступать туда? Все, кто заканчивает медицинские специальности, любое направление лечебное дело, биохимия, стоматология, они могут работать только врачами-терапевтами. Поэтому им необходима ординатура, если они в дальнейшем хотят реализовать себя в какой-то другой профессии, в узкой специализации, кардиологии, хирургии и так далее. То есть это им нужно для того, чтобы вырасти дальше. А если человек решил себя всю жизнь посвятить, ну это прекрасно, конечно, в поликлинике просидеть участковым врачом, ну это похвально, можно дальше не учиться. Но в любом случае медики же учатся всегда. Звучит как 50 на 50, решил в поликлинике у себя там остаться? Ну да. Ну, между прочим, у терапевтов очень мало, а это очень достойно так-то. Ну, зная, как у нас обычно бывает, то, что запись к терапевту через 4-5 месяцев... Да, почему? Потому что их не хватает. Ну, это потом, думая, мне через 4-5 месяцев с той проблемой, к которой я сейчас хочу обратиться, или уже с новой развитой проблемой обращаться я буду? Ну, для этого создаются... Ну, там еще живая очередь. Это для особых случаев. Для этого создаются целевые места, чтобы в дальнейшем студенты могли отработать и получить свои навыки, улучшить. Как раз они отрабатывают именно участковыми врачами. Побольше хочется об ординатории услышать, поконкретнее, что там есть, если есть такая информация у вас. Конкретику дать не могу. Есть на сайте отдела ординатуры, есть номера телефонов, в принципе, все могут туда позвонить. Почему-то, когда приходит ординатура сюда, особо вопросов не бывает. Ну вот, то есть это лучше задать вопрос конкретно там. Продолжим. Еще один вопрос у нас есть. Помогает ли институт при трудоустройстве? Понятное дело, целевики, они подписывают договор уже с лечебным утверждением, идут туда, потом работать. А вот остальные, кто по собственному желанию, может сказать, пришел? Ну, мы не трудоустраиваем, у нас нет такого. Если изъявляют желание, если есть там свободные вакансии, да, ну, у нас есть ребята, которые закончили институт, да, поступили в ординатуру, и там кто-то остался на кафедре в качестве преподавателя, кто-то ушел в клинику университетскую работать. То есть, ну, опять же, чтобы мы студентов прям вот всех устраивали, такого нет. Нет, нет, здесь имеется в виду, помогает, какие-то связи может дает студентам. Такого нет, то есть, если есть вакантные места, конечно, да, а если нет? Некоторые остаются работать в лабораториях тоже, если вдруг открываются, если у них есть способности к научной деятельности. Но здесь больше, наверное, зависит от того, как они общаются с своими научными руководителями на кафедре. И если вдруг кафедра будет заинтересована, они тоже могут предложить. У нас ежегодно контингент студентов увеличивается, поэтому потребность в профессорско-преподавательском составе как бы ежегодно тоже возрастает. Но это вот будет зависеть от каждого студента, собственно, как он себя проявит. Ну, в случае, как правило, те, кто там поступает в ординатуру или магистратуру, но они все в основном работают. Часть из них в любом случае работают на кафедре, там, лаборантом или еще. Это если мы говорим про высшую школу биологии. У медиков такой возможности, наверное, нет, чтобы успевать учиться и работать. Все же таки. Хотя ребята работают, ну, в ординатуре, понятно, они работают. А медики после, если у кого есть среднее образование уже, они медвратиями, медсестрами работают, ночами работают. У нас проводится аккредитация на медсестру на четвертом курсе. После третьего. После третьего курса, да, лечебного дела можно получить сертификат и работать по республике Татарстан. То есть такое у нас тоже есть. Мы помогаем своим студентам потом дальше реализоваться. Хорошо. По иностранцам есть еще один вопрос. Как они проходят период, ну, скажем так, акклиматизации здесь, когда сюда приезжают? Ну, когда они приезжают, конечно, у нас по каждым странам есть такие кураторы, студенты, старшекурсники, которые первоначально им помогают, поскольку они находятся в чужой стране. От них они не остаются. Ну, конечно, с прошлого года были проблемы с общежития, поскольку поступило очень много, а мы планировали взять меньше. Вот. Но династии их не здесь. Как бы руководители, они помогли всем. Вот. Вот. Подсказали, где можно жить, как можно добираться. Вот так. Ну, то есть быстро у них период адаптации проходит, да? Ну, адаптация. Они, конечно, подъезжают ближе к декабре, где-то в ноябрь-декабрь, поскольку они еще ждут приглашения. И получается, как раз январские каникулы для них и находятся. Вот. Периодом является адаптация. Хорошо. Что ж, вопросы у нас подошли к концу. Достаточно быстро сегодня у нас получилось провести эфир. Достаточно интересно ответили на вопросы. Есть что добавить абитурентам? Ну, мы будем рады всех видеть, желающих, кто хочет получить образование в нашем ВУЗе. С 20 июня начинает работать приемная комиссия. 16 апреля у нас будет день открытых дверей на Кремлю Карл Маркс 74. Это медицинский корпус показываем. Будем тоже рады всех видеть. Может быть, кто-то захочет воочию посмотреть. И всем удачи. До ТИГ. Кому-то внутренне. Да, ждем вас всех. Будем рады вас видеть. Ну, о таких замечательных словах мы подводим к концу нашу программу. Она как пятница. Вот сокращенный день и программа немножечко сокращенная у нас появилась. Впереди выходные. Всем хороших выходных. Вам тоже. Спасибо. Набираемся сил. Как раз-таки дефицит витаминов, который был у нас зимой, сейчас можно восполнить. Благопогода благоволит этому. Еще раз большое спасибо, что пришли к нам. Спасибо. До свидания. Это был КФУ Лайф для Института фундаментальной медицины и биологии. Еще увидимся. До новых встреч. Хороших выходных. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин